Байкал, жди нас! Байкал, жди нас! Мастер-классы от лучших экспертов, каждый из которых обязательно даст нужную информацию и ответит на любые вопросы участников. На выполнение которой у нас есть определенные задачи. Мы должны понимать, к чему мы хотим прийти. Правильно? Это очень важно. Директор Федерального ресурсного молодежного центра Алексей Любцов рассказал о возможностях молодежи республик. Фраза эксперта «не бойтесь задавать вопросы, потому что у вас, молодежи, есть права на ошибку», раскрыла участников и интересующие вопросы были озвучены. Что получает эксперт от общения с молодежью? Ну, давайте, во-первых, это будут выходить так корыстные моменты, это та энергетика, которая обладает молодежь. И когда эксперт со своей стороны видит обратную связь и получает от них положительные эмоции, конечно, за счет этого и хочется дальше работать, хочется дальше жить и хочется дальше творить. С точки зрения молодежи, конечно, важно донести до них ту информацию, которую есть на сегодняшний момент у нас. Для чего? Не учить, а рассказать о том, как можно. А дальше молодые ребята сами уже для себя определят, нужно ли им воспользоваться этой информацией, не нужно, или взять какую-то часть, модернизировать и дальше, соответственно, уже добиваться того, чего они хотят. Поэтому подобные встречи, как сегодня, они необходимы, они интересны, и они будут нести за собой хорошую и положительную динамику для дальнейшего развития нашей молодежи в наших странах. Одним из главных тезисов каждого эксперта – никогда, ни при каких обстоятельствах не врать молодежи. Ксения Назаренко – программный директор, предприниматель, эксперт Института молодежи, провела мастер-класс на тему тренды меняющегося мира. Создание трендов и их влияние на современного человека – то, что актуально и интересно всегда. Букомир – это постоянный, ежедневный, изменяющийся мир. Алексей Ярош, ведущий специалист методического отдела ресурсного молодежного центра, также пообщался с участниками. Отметил, что после семинара участники должны показать результат работы и рассказал о семинаре, который проходит не первый год, и о изменениях в проекте. Моя цель – это, конечно же, вопросы социального проектирования, но с точки зрения практического применения тех знаний и навыков, которые здесь будут даны ребятам. Потому что те идеи, которые зарождаются в рамках семинара, те идеи, с которыми ребята сюда приезжают, безусловно, они должны быть реализованы. И те преподаватели, те спикеры, которые привлекаются организаторами для решения данных задач на семинаре, они как раз таки и объясняют, направляют ребят в практическом русле. В практическом русле, потому что теория, безусловно, должна быть подтверждена практикой. Что касается изменений, очень понравилось качественное изменение в самой программе. Тут необходимо отметить организаторов, которые, на мой взгляд, в этом году уделили большее внимание вопросам социального проектирования, более детализированные эти вопросы проработаны для непосредственных участников этого процесса. Мне кажется, что результаты данного семинара должны быть кратно выше. Почему? Потому что прошлый год, к сожалению, нас научил такому формату, как онлайн. Поэтому ряд моментов, где-то они стали лучше, где-то они стали хуже. Результаты, я имею в виду, работы. И в этом году, что называется, молодежь соскучилась за подобными форматами, за подобными мероприятиями. Поэтому я уверен, что данный семинар, в частности, станут как раз той площадкой, которая даст возможность ребятам находить новые пути реализации, новые решения, новые идеи и так далее. Экскурсия по прекрасному городу Иркутску с добрыми людьми и удивительно интересным гидом для участников семинара оказался незабываемым. Вечерние развлекательные программы еще больше сблизили участников. Чувствовался настоящий командный дух и желание совместно работать. Своей энергичностью, позитивом, желанием быть полезным для участников удивляли волонтеры. С ними каждый участник форума чувствовал себя комфортно и защищенным. Они сами выбрали этот путь. Для них помогать людям безвозмездно просто жить. Большие молодцы, ребят. Что бы у вас ни выходило, сколько бы вы сил не потратили, пожалуйста, добивайтесь цели до конца. И не торопитесь принимать решения. Очень приятно принимать участников из постсоветского пространства у нас в Сибири, у нас в Иркутске. Очень хотим показать им Байкал, наш город, нашу историю. Но основная цель нашего семинара-практикума – это выстроить коммуникационные связи, научить ребят каким-то навыкам, навыкам коммуникации, навыкам устраивания отношений, социального проектирования, развития лидерских качеств. Все для того, чтобы, когда они потом приехали в свои города, они это обязательно применили на практике, потому что это наша основная цель, чтобы они научились писать грантовые конкурсы, участвовать, писать гранты. Участники достаточно приветливые, всегда готовы пойти на контакт, и поэтому коммуникация между волонтерами и участниками тоже прекрасно выстроена. Поэтому я думаю, что данный семинар даст огромное количество новой информации, эмоций и впечатлений для участников. Одним из самых эмоциональных и в какой-то степени волнительных моментов был переезд на Байкал. Озеро Байкал – гордость России. Чувство абсолютного счастья провожать закаты и встречать рассветы на берегу самого глубокого озера в мире. На форуме у каждого участника была возможность выступить перед аудиторией с лекцией, поделиться своими знаниями и опытом, и в то же время получить опыт выступления перед большой аудиторией. А также каждая делегация должна была предоставить визитку о своей стране. Видеоролик о красотах и достопримечательностях Южной Осетии и благородный танец Хонга никого не оставили равнодушным. Субтитры создавал DimaTorzok Иван Мартыненко на протяжении всего семинара был с участниками. Человек переполненный позитивом, всегда направлял участников, помогал им, и вся развлекательная программа проходила под его чутким руководством. Он обратился к участникам семинара с наставлениями. Ой, ребята, вот с моим хриплым голосом сейчас, я говорю вам всем сразу, пожалуйста, пожалуйста, никогда не унывайте, не падайте духом. Как только вы упали духом, значит вы проиграли. Оплошали, накосматили, ошиблись, начали заново. Ошиблись, начали заново. Не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь задавать вопросы. Обращайтесь и только вперед, никогда не сдавайтесь. Вот и подошел концу наш хорум. Все было хорошо, все было прекрасно. Нас встретили хорошо. Мы наконец-то увидели Байкал. Чистый, красивый Байкал. Эмоции незабываемые. Хотела бы благодарить молодежи за возможность. Возможность Вадима Бутазовича, который отпустил нас с сессии. Отдельное спасибо Валентине Череменеевне. А также благодарность всем волонтерам, кто оказывал нам помощь за все время. Спасибо. Подведение итогов и голоужин – прекрасное завершение форума. Все закончилось. Участники попрощались друг с другом, но обещали встретиться. Впереди долгие годы дружбы и новые совместные проекты. Редактор субтитров А.Семкин